Парфюмера прям с дипломом у нас еще не было. Попасть на стажировку к именитому парфюмеру, дождаться пока он умрет. Я не владел никаким парфюмерным языком. Служебный это какой? Ангелика это кто? Случилась премьера первого аромата. Но кроме слова вонючий у нас, к сожалению, ничего нет. А пусть все знают, что в составе. Запах касториума, поброго струи. Но это они не сходили в туалет. Дико возбуждающее и ни на что не похоже. Освежим рецепторы. Я просто до сих пор не могу прийти в себя. Это мы еще не обсуждали, чем люди пахнут. Игру можно начинать прямо сейчас. Всем привет, друзья. Это модный подкаст. И мы продолжаем историю ароматов. Сегодня мы будем беседовать с создателями, пожалуй, самого стильного в России парфюмерного бренда Фокошима. Это Константин Шиляев, основатель бренда. И, что называется, главный нос бренда Ярослав Симонов. Кстати, выпускник Градского института, который выпускает профессиональных парфюмеров. И, конечно же, первое, что я хочу спросить, Ярослав, что ты после окончания Градского института делаешь здесь? Выживаю. Я подозревал, что будет такой ответ. Градский университет звучит как Хогвартс. Ну, по сути, он им и является. Только там вместо двух тысяч человек, там всего 12 человек. Есть закрытые школы больших компаний, таких как Живодан, Фермениш, там разные бывают. И есть три учебных заведения, куда может поступить любой человек. Ну, практически любой. Там Градский институт парфюмерии, который базируется у нас в Грассе, собственно говоря. Город, который засветился в фильме «Парфюмер», где происходят все действия, где зародилась парфюмерия, короче, историческая столица. Есть ИСИПКА, это парфюмерная академия, которая находится в Версаве. И есть ЭСП, Эколе Суперриюре де Парфам. Это у нас закрытое учебное заведение для детей-парфюмеров, но туда может поступить любой ребенок-парфюмера. Это, кстати, очень забавно. Во Франции сохранились династические традиции. Там как бы даже в Грассе есть виллы отдельных парфюмеров, где уже несколько поколений людей занимаются парфюмерией. И там каждый из членов семьи, он как-то задействован в индустрии. Соответственно, вот ЭСП, она как раз для таких детей. Но это полноценное пятилетнее образование. И ИСИПКА, это много разных курсов в зависимости от специализации. Ты там хочешь быть, не знаю, парфюмером-композитором, или ты хочешь быть маркетологом, или ты хочешь быть, не знаю, кем-то еще, препаратуром, например, человеком, который просто делает сэмплы для парфюмера. А Грасский институт – это самое короткое, самое быстрое, но самое емкое с точки зрения наполнения образование. Сколько длится обучение? Год. Но в моем случае получилось дольше, потому что я попал в ковид. Ага. И ты выпускаешься, тебе дают... Диплом. Диплом. И там написано... Там написано Junior Perfumer, кстати. А чтобы стать не Junior, надо делать что, еще год там? Нет, 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 чтобы стать не Junior, нужно пойти в большую компанию, попасть на стажировку к именитому парфюмеру, дождаться, пока он умрет, занять его место, и стать не Advanced, я не помню, как называется, промежуточная, и потом, соответственно, мастер-парфюмер или мэтр и так далее. Насколько мне известно, ты уже, несмотря на то, что джуниор, но обучаешь, например, Костю. Вообще, я не единственный его ученик, Ярослав обучает довольно много людей. Ты сейчас палишь контору просто. Ну хорошо, немного людей, совсем немножко. Я обучаю людей по запросу, просто так получилось, что образование, именно профессиональное, у нас дают эти учебные заведения, все остальные парфюмеры. У нас в России, на самом деле, не так мало парфюмеров, как может показаться, и некоторые из них даже очень хорошие, даже многие, я бы сказал. Ну вот у нас, пока в наших выпусках, посвященных парфюмерии, был парфюмер-любитель, непрофессиональный, был парфюмерный маньяк в виде Богдана Зырянова, нашего общего приятеля с вами, была просто моя подруга Даша Касьян, которая любит запах пива и бобров, как выяснилось во время выпуска, и представитель крупного парфюмерного бренда, но именно, наверное, с точки зрения маркетинга. Вот парфюмера прям с дипломом у нас еще не было. Ну их, в принципе, в России... Сколько? Один. Это будет очень самоуверенно, может быть, но просто моя предшественница, которая тоже имеет такой диплом, она сейчас живет во Франции, то есть у нас больше нету. У нас есть свои парфюмерные академии, но именно с европейским дипломом, по-моему, я один. Просто люди не вернулись после известных событий в России и остались работать в Европе. Понятно, но я думаю, что и до известных событий, если была возможность получить образование, возможно, сразу как-то прикрутиться к какому-то... Да, но индустрия этому не способствует, потому что на самом деле, если ты приедешь учиться во Францию, скажешь, что ты хочешь остаться работать во Франции, тебе скажут до свидания, потому что... Не аннулируют визу. Нет, не аннулируют, но как бы по голове не погладят, потому что у них перенасыщенный рынок с точки зрения специалистов и недонасыщенный с точки зрения вакансий. То, что сколько парфюмеров, ну, представь себе, ты один можешь обслуживать несколько брендов, внутри большой компании. Вот. И тут у тебя такой вот этот вот икра, которая только-только выпустилась и мечтает сделать новый Жадор. И все очень амбициозные, талантливые и так далее. А это в парфюмерных кругах сделать новый Жадор, это какой-то считается... Нет, я утрирую, просто... Я понимаю, что ты утрируешь, но все равно сделать какой-то культовый аромат, который потом будет их всю жизнь подкармливать. Ну, все же об этом мечтают. Ну, да, поразумеется. То есть человек, подожди, человек, который изобрел, например, Жадор, до сих пор получает как условно авторские права. Это как песню выпустить в 89-м году. Нет, это не так работает немного. Я, кстати, к своему студу не помню, кто из парфюмеров сделал Жадор, но это неважно сейчас. Но это неважно сейчас, да. С учетом того, как каши... Важно понять, сколько у него денег. У нее, эта женщина. Дело не в этом. Дело в том, что авторские права на формулу принадлежат компании, а не парфюмеру. А, ну все, понятно. Вот. Суть в том, что это работа, которая дает тебе имя навсегда. То есть все. Ты как бы человек, который сделал бестселлер, который вошел в историю, да, я не знаю, как Оливье Красп, например, сделал, господи, Эйнджел. Человек, который устроил парфюмерную революцию, которая на 30 лет определила все тренды у нас сейчас существующие. Вот. Как бы Оливье Красп теперь навсегда просто вот в этом иконостасе этих великих, которые... Ну, великих парфюмеров, да, и как бы все хотят от него формулу, да. То же самое хотят все люди, которые выпускаются из парфюмерной академии, сделать что-то гениальное, навсегда прославить свое имя и больше никогда не нуждаться в деньгах. Если вкратце так для зрителя, чтобы было понятно, вот в Градском институте чему обучают в первую очередь? То есть это составление вот этих самых формул или что? Составление идет потом, после полугода обучения. Сначала учат языку, правильному описанию компонентов и самим компонентам. Потому что главное для парфюмера, это, как я думаю, для художника, для кого угодно, это как бы краски и материалы, с которыми ты работаешь. А поскольку у нас запах, это штука такая, которую увидеть нельзя, потрогать нельзя, и мы ориентируемся только на обоняние, а язык у нас крайне не развится с точки зрения описания запаха. Ну, это как раз Ярослав меня обучает сейчас компонентам и учит меня официальным дескрипторам, и учит меня правильно их описывать, все эти компоненты. Потому что изначально я говорил, что вот это пахнет сладенько, а это чем-то горьким, а теперь вот эти официальные дескрипторы я могу уже запоминать, произносить, и могу уже более сложно описывать компоненты. Прежде всего, мое обучение связано с тем, что я хочу, во-первых, общаться с Ярославом на одном языке, во-вторых, у нас есть, собственно, еще далеко идущие планы по совместному созданию. Которыми вы сейчас поделитесь. Но перед тем, как вы это сделаете, расскажите вообще, как случилась ваша коллаборация. Потому что с Костей мы знакомы уже какое-то достаточно длительное время, и изначально Костя занимался и занимается по сей день брендом по изготовлению и дизайну очков. И потом, внезапно, два года назад, если не ошибаюсь, три получили, даже три, уже три можно считать, случилась премьера первого аромата. Он был вот такой. Это был самый первый. Да, он был самый первый, но немножечко в другом обличии. Флакон был тот же самый, были другие крышки. Премьера состоялась два с половиной года назад. Она состоялась в феврале 2020 года. Но с ароматом я познакомился как раз три года назад. Это было лето 2019 года. Мы только начали общаться с Ярославом. Ваше знакомство случилось не потому, что ты захотел выпускать в бренде парфюмы? Абсолютно нет. Наше знакомство состоялось благодаря нашему другу, и мы об этом постоянно рассказываем. Это наш друг Коля Ковис, наш друг Ювиду Мир. Да, знаем его. Вот на него ссылочка здесь, пожалуйста. Коля познакомился с Ярославом, обсуждая тему гемологии. И представил мне, значит, Ярослава, такого супер воспитанного, пушистого. Я даже не знаю, как это правильно описать. Да, скрип он на зубах. Да, у меня буквально челюсть сводила того, какой я видел. Какой же миленький, какой же умный человек. И мне очень не хотелось сначала с ним общаться, мне прямо дико бесил. А потом мы со временем... Ну, что правда. Нет, это действительно так. Это действительно так. Наше первое знакомство было чудовищное, потому что я ввел себя очень плохо. Я не знаю, по какой причине все-таки ты решил общаться со мной дальше. Ну, во-первых, мы вместе тусили. Так как тусили? У нас была очень интересная компания в этом отношении, потому что я в тот момент уже начал заниматься парфюмерией. Я делал, ну, как бы черновики, наработки. И, собственно говоря, первый парфюм это очень хорошо доработанный черновик. У нас был, условно говоря, креативный вечер, потому что здесь есть дизайнер ювелирных украшений, дизайнер оптики классный. И, соответственно, я, как начинающий тоже творец, но только на поприще парфюмерии. Вот. И это было очень интересно обсуждать, смотреть, делиться с эскизами, показывать прототипы и так далее. Вот. И в один прекрасный вечер я делал упражнения по созданию кожаного аккорда на основе большого содержания древесных материалов. В частности, ветивера. Восточная кожа должна была получиться. И я как-то так, в общем-то, хотел сделать что-то в стиле Анкорнуар от Лалик, который мне очень нравится. Это ветиверовый парфюм с соленым таким ветивером. Вот. Но получилось восточно, пряно, так, ну, я бы сказал, весело. И я принес этот эскиз показать, собственно говоря, Коля и Костя. Им очень понравилось. Они сказали, что они хотят такой парфюм. У нас буквально стали волосы дыбом на руках. Это было сравнение, пардон, с Попперсом, потому что это было дико возбуждающее и ни на что не похоже. Это было необычно. И вот эта вот необузданность аромата, она меня покорила. И вот этот маленький пузыречек я попросил оставить, потом просил его снова и снова. Вот как сейчас, когда меня просят тестеры парфюма, я говорю, первая доза бесплатна. Это правда. Мы планировали, что это останется индивидуальным парфюмом, потому что когда ты делаешь один или два флакона для друга, и там просто там, ну, ты используешь все, что ты хочешь, в неограниченном количестве. Вообще не смотришь на цену концентрата, формулы, там, не знаю, хочешь сделать парфюм на ветивере, кладешь в ветиверы 14%, например, да. Хочешь, ну, я не буду сейчас спойлерить, надо будет еще посмотреть отдельно компоненты, твое мнение послушать. Это все история, я так понимаю, предшествующая созданию вот этого романа. Да, да. Суть в том, что это был черновик, который полгода допиливал до полноценной формулы. Но когда я ее создавал, я не думал, что мы будем ее выпускать где-то. То есть, ну, одно дело, ты делаешь как это piece of art, да, например, или просто подарок, а другое дело, когда это надо производить на заводе. Вот с масштабированием, конечно, мы потом накололись, потому что, ну, формула просто бессонтална дорогая для парфюмерной индустрии и даже для нишевого сегмента, в котором мы находимся, это очень дорого получилось. Действительно, мы не планировали вообще его выпускать, но вот эти вот полгода испытаний, пробований разных формул... И угощения впоследствии людей дозами, потому что я помню, как меня впервые дома в гостях у Кати Федорова угостили этой штукой. Я тоже сказал, что мне это теперь надо, во-первых. И у меня это есть теперь, я вам больше скажу, друзья. Поэтому вот так вот подсаживают в квартирах людей в центре Москвы. Я не знаю, кто из нас первый предложил сделать парфюм. Мы до сих пор расходимся во мнениях. Кто к кому подошел и сказал, давай выпустим парфюм. Это, видимо, было настолько обоюдное желание. К счастью, это случилось прямо вот накануне отъезда Ярослава. Он как раз поступил в Градский институт и... И улетал. И улетал, да. Это было в ночь перед отлетом, собственно говоря. Я взял 30 флаконов, отдал их кости и улетел. У нас была очень смешная смета на коленке. Она такая вот просто... Да-да-да. Такая микроскопическая. И мы сделали эти 30 флаконов, ну, просто на пробы. Это был эксперимент, который ни к чему не обязывал. И Ярослав накануне отлета принес эти флаконы. Они еще даже были без гравировки, без маркировки. И я такой, ну все, пока. Мы выпили абсента, попрощались и все. У меня оказались на руках эти флаконы. Я сделал с фотографом Моникой Дубинкайте предметную съемку. С Николь Давыдовой сделал один кадр с парнем. Такой оммаж на классические рекламы парфюмов. Ну, это просто по фану было. Вот просто абсолютно все. Эти материалы разослал прессе. Поддержали все практически. Я был удивлен, потому что это, опять же, проба пираж. Что-то такое. Это эксперимент. Это эксперимент, да. Эксперимент абсолютно, абсолютно. У нас за неделю раскупили тираж. И мы немножко обалдели. Потому что я не ожидал, что вообще будет какой-то резонанс от этого. И Ярослав, значит, приехал в ГРАС. У него еще, по-моему, не было интернета. Нормального интернета не было. Это деревня в горах. Я ему там еще отправлял какие-то сообщения. Смотри, вышла статья. Смотри, у нас тут что-то покупают. Вау-вау-вау. И это такая немножко была запоздалая реакция. И он такой, о, боже, неужели это происходит? Что в составе? А вот я как раз хотел у тебя спросить, тебе чем пахнет? Здесь мы сталкиваемся с моей абсолютной... Нет, здесь правило простое. Неправильных ответов не бывает. Я всегда, правда, считал, что у меня с лексиконом все довольно-таки неплохо. Ровно до того момента, когда меня просят описать аромат. Он у меня может ассоциироваться с людьми. Временем, когда я первый раз его ощутил. С каким-то моим состоянием, в котором я его первый раз попробовал. Но в какую-то вербальную форму мне очень сложно это все одеть. Тут есть кожа. И все. На этом мои слова закончились. Дальше слово вам. Ну, давай, давай, что ты хотел сказать? Потому что ты сказал про кожу. И это, кстати, одно из первых таких вот ощущений, которые я испытал. Это действительно кожа и ощущение такое очень электрическое, возбуждающее. Я сказал, что я такое ощущение испытал в парижском секс-клубе. И он очень алкогольный. Тут есть ром пряный. Ну, подожди, ты прям даже спойлеришь, как вот, я не знаю. Прересть этого парфюма в том, что там нет ни одного кожного материала. Вообще. Здесь все сделано за счет передоза. Ну, то есть, что такое передоз? Передоз, это... Овердоз. Овердоз. Сделано за счет передоза. Да, все. Как бы можно дальше. Не понимаю. За счет... Передоз, секс-клуб. К теме секса мы еще вернемся. Это безусловно. Обязательно. Это, кстати, как-то вот так у нас проходит с золотой нитью в наших работах. Красный. Не знаю почему. Золотой. А в нашем случае золотой. Ладно. Какая разница? Да, дело в том, что здесь используется высокая дозировка, которая нестандартна, не принята для материала натурального. Это природный гаитянский ветивер, масло. Вот. Как бы ты его описал. Его в парфюме 14%. То есть, 14% формулы составляет один компонент. Вот этот. Я всегда думал, что ветивер это что-то такое свеженькое. И он мне нравился всегда. До того, как я сейчас ощутил его исходный аромат. Тебе не нравится? Ну, я не могу сказать, что я бы хотел ощущать это постоянно. Он сложный довольно-таки и тяжелый. Такое жирное, древесное звучание. Напоминает сухие корни. Даже слегка ореховый. Не слегка, он довольно ореховый. Более того, эта ореховость хорошо сочетается с бобами тонко в базе. И поэтому создает такой миндальный эффект, о котором мы говорим иногда. Марципановый. Суть в том, что это материал, который... У него экзотическое звучание. То есть, это абсолютно природная вся штука. Ну, как вот взяли корни, продестилировали их, прокипятили с водой. Получили масло на выходе. Вот оно вот так пахнет. То есть, никакой синтетики нет здесь? Нет. А это самое прекрасное, что материалы натуральные, высокие... Ну, как бы здесь 10% мы сейчас слушаем. Не чистое масло, оно было бы еще убийственнее. А 10% в этиловом спирте. Прикольно то, что природные материалы в чистом виде часто напоминают синтетику. Ну, потому что они звучат очень ро. Ну, то есть, сыро. Прям вот, как бы, грубо. И он, конечно, вызывает такие ощущения противоречивые. Мы поэтому и хотели показать отдельные материалы. Потому что парфюмер берет все самое красивое из материала. И за счет сочетания с другими компонентами это подчеркивает, а все неприятное скрывает. Вот мне из него нужна была древесность и кожаность. В нем есть кожаность. Замшивость такая, чувствуешь? Да. Такую грубую, необработанную, практически коричневую кожу. Вот такую. Я это увидел в натуральном ветивере. И именно этот аспект я хотел подчеркнуть в парфюме. Поэтому я просто взял огромное количество ветивера и обрамил это. А вот чем? Это хороший вопрос. Ветивер отвечает за кожаную часть. Но открытие у парфюма было пряное и ромовое. Ну, раз мы про ром сказали, давай его покажем. С ромом была очень интересная такая ситуация. Я собирал парфюм в России. У нас вообще большая проблема с компонентами. У нас нет ни рынка, ничего. У нас есть посредники, которые продают что-то. Но либо это дорого, либо это нестабильно с точки зрения поставок. Вот, либо ох, 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 это я щедро. Сейчас вся студия будет накрыта легким алкогольным вайбом ночного клуба. Еще, еще накроется. Это даже хорошо. У меня был ром некий. То есть некая эссенция, которая получается из... Смотри, как это вкусненько пахнет. А вот, вот да. Держи при себе прям вот. А вот тут. Да, где-то там. Когда дело подходило ко второму тиражу, была пандемия. И это было, конечно, еще то испытание, потому что я находился в Москве, Ярослав в Грассе, и нужно собрать концентрат и произвести эти флаконы. Это... Задача была со звездочкой, однако. С четырьмя звездочками, потому что, допустим, я собирал концентрат для следующего тиража. Следующий тираж был всего 120 флаконов. То есть все еще не заводской. Но уже нужно было консультироваться с заводом, потому что мы планировали, мы держали в голове, что мы будем производиться уже в таких больших объемах. И концентрат для 120 флаконов я смешивал у себя в комнате. У меня была маленькая комнатушка без кухни, потому что кухня была на этаже. И у меня был рабочий стол. Я просто притырил из школы весы и большой стакан. И закупил компонентов, ну, потому что во Франции это можно сделать прямо так, с доставкой. Типа это не... Я смешивал прямо все в комнате, а потом я убрал его к себе под кровать, у меня пропахла вся комната. Просто у меня все было вот в таком вайбе. Вопрос маленький. Да. У меня галлюцинации или мне кажется, что ром пахнет клюквой? Не клюквой, а вяленой сливой. Возможно. Ты абсолютно прав. У него есть сухофруктное, вообще фруктовое звучание. Открытие у него более... Банан мы сейчас не почувствовали, но банан там есть. Открытие это что? Ну, вот я только нанес тебе, дал. Вот первый секунд 30 у него есть банановый оттенок. Потом молекулы, которые это определяют, уходят. Потом у него был яблочный аспект. Такое яблоко типа сидр. Не знаю, что... Но мне просто запахло алкоголем. Ты воспринимаешь все целиком, я бью на отдельные части. А сейчас у него вот эти верхние молекулы ушли, которые прям, ну, тыграли первые секунд 30, минуту, 2 минуты. И остаются сердечные и базовые. То есть те, которые имеют более низкую летучесть, которые долго держатся. И у рома четкое, во-первых, звучание сухофруктов, сливы. Может быть, либо инжир, либо чернослив. Ну, что-то вот такое фиальное. А ты это все уже как бы понимаешь, да? Когда подносишь, уже можешь это все разобрать. Да, я это все уже прекрасно понимаю. Я изучал как раз эти все компоненты. И я уже сейчас довольно хорошо в этом разбираюсь. По крайней мере, могу что-то описать. Тебе это легко дается? Сначала было сложно, потому что очень маленький вокабуляр. Ты не знаешь, как правильно это описать, о чем говорить. И поначалу было действительно сложно, особенно находясь на расстоянии. Потому что наша идея о создании парфюмерной линейки, она появилась в этот сложный момент пандемии. И мы с плохим интернетом во Франции. Ярослав был ужасный интернет в Франции. Мы обменивались голосовыми сообщениями. И вот что-то там придумывали. Да, у нас появился первый парфюм, первая парфюмерная вода Терьё Апарт. Но мы хотели сделать еще духи, а потом у нас появились еще идеи относительно следующих ароматов. Но выражать этот человеческий понятным парфюмеру языком мне было сложно. И меня, значит, Ярослав дистанционно обучал, что-то рассказывал. И я в своих фантазиях представлял, как это может пахнуть. Потому что передо мной этих компонентов не было. Мне кажется, примерно то же самое чувствуют наши зрители, когда смотрят наши парфюмерные выпуски. Это вообще основная проблема маркетинга в парфюмерии. Потому что любой аксессуар, ювелирные украшения, сумку, что угодно, можно посмотреть на сайте. Визуально подать и иметь о ней представление. Как раз то, о чем я хотел спросить. Что одно дело, когда ты имеешь принадлежность к большому бренду, являешься его частью условно. Все знают, что Диор – это хорошо. И все ассоциируют аромат Диор с тем визуалом, который они когда-то видели. Возможно, на подиуме, на рекламных каких-то кампейнах, где-то еще. Какие способы донести и популяризировать ароматы вообще парфюмерный бренд? Особенно небольшой, такой нишевый. Особенно в России. Особенно в России, когда в основном у тебя есть только визуальные инструменты для этого. Да никак, собственно говоря. Ну, как бы с профессиональной точки зрения, реклама сама по себе, парфюма, должна вызывать желание его купить. Здесь, конечно, эффект Матфея работает, о котором ты сказал. Типа вот Диор – это хорошо. Соответственно, если Диор это выпускает, если у этого классная реклама, это работает еще лучше. Вот. То есть неважно, как это пахнет. Люди хотят покупать просто для того, чтобы быть приобщенными к бренду, например. Или потому, что там, например, мой любимый Диор Ом разрекламировал Джуд Лоу, который я тоже люблю. Вот. И все. То есть для меня это является, ну, как бы маркером того, что это надо купить. Однозначно. А вот для брендов, которые не имеют ни имени, ни имиджа, ничего, ну, или очень слабый, да, там, это большая задача. И здесь работает только, как бы, сэмпл-кит. Обычно бренды создают маленькие пробники, миниатюры своих парфюмов, которые ты можешь заказать на сайте и послушать, и потом принять решение, покупать ли большой объем или нет. Я не соглашусь с тобой. Даже заставить человека купить этот сэмпл-кит нужно еще постараться. Меня не заставишь это сделать. Ну, меня тоже. Меня опьянил запах рома. А он еще очень хорошо раскрывается. Я просто нахожусь в аскезе уже два месяца. Ужас какой, боже. Знаешь, ну, как бы нюхать можно. Да. Боже, а мы взяли бутылочку с собой. Я видел ее. Компонент. Да, компонент, который надо держать в холодильнике. 0,75. Так, что еще входит в состав помимо рома и ветивера? Тема алкоголя у нас очень-очень-очень важна в нашей работе. Ты уже убедился, да. Как и в нашей. И в Тереопард лежит еще один ингредиент, который имеет алкогольный оттенок. Я не буду сейчас говорить, что это. Да, хорошо. Я должен это понять. Джин? Да. Ну, не совсем. Не сам джин. Это ягода можжевельника. Совсем не джин, я бы сказал. Нет, ну, почему? Чем джин ароматизирует? Можжевел, ну, как бы, можжевельниками. Ягодами можжевельника в том числе. Особенно хороший джин. Да, что-то хвойное. Да. Подумал я, как только поднес и просто провел ассоциацию с джином. На самом деле, это нота, которая оттеняет в Тереопард безумную сладость, которая имеет еще и ликерную природу. Мы как-то так заикнулись о роме, о бобах тонко, но почему-то, мне кажется... Что такое бобы тонко? На самом деле, это не боб. Это косточка определенного дерева, которое называется диптерикс, по-моему, или диаптерикс. И у этого дерева, и, в частности, у косточки плода, есть очень характерный запах, очень приятный. Ой, класс. И вот именно поэтому мы стали с Ярославом общаться. Диптерикс, вот эта вот вся терминология. Это дико интересно, и это можно бесконечно изучать. Чем тебе пахнет? Мне пахнет моим шестым классом. Почему-то я не понимаю, как это... Такое четко... Какое у тебя красивое детство было, однако. У меня в детстве ничего не было с таким запахом, и я теперь компенсирую активно. Я не знаю, где я мог это чувствовать в то время, в России в 98-м году, кризисном, но тем не менее, где-то удалось. Лично мне пахнет сеном, с немного ванилью, или даже не ванилью, а марципаном. Да, марципан. Да, очень сильно пахнет марципаном. И при этом у них есть еще ликерный оттенок, такой, знаешь, как аморетто или что-то с... Или вишневый ликер какой-то, потому что то, что у нас вызывает ассоциацию с миндалем, ну, с марципаном, также вызывает ассоциацию с вишней. Кстати, это прикольный эффект. Я тебе рассказываю, чем пахнет, и ты начинаешь это видеть. Я уже понял, это еще Богдан тут опробовал. Я бы не сказал, что это живительная сила маркетинга, а просто, когда ты знаешь и понимаешь, и можешь описать, чем это пахнет, тогда ты очень явно это представляешь. Как ты меня сам учил? Нужно из вот этой вот пирамидки с разными блоками вытащить один, и тогда уже все начнешь представлять. Нет, это правда, но это здесь профессиональный подход к использованию. Да, уже четыре составляющих. На самом деле мы можем так брать очень много. Суть в том, что это четыре таких самых ярких ноты в этом парфюме, одних из, которые вместе образуют такой алкогольный, тусовочный, кожаный вайп, который мне очень хотелось передать и сохранить. Это был конец 2019 года. Ты представляешь, сколько было мероприятий тогда вообще, в принципе? Это до пандемии было уже. До. Бесконечное. И когда я оказывался на какой-нибудь вечеринке, громыхает музыка, и все подходили и говорили кухонь. То есть, а тут шея, и здесь нанесен аромат. Все, попались на крючок. Что это? Чем у тебя пахнет? Это было бесконечно, бесконечные вопросы. А еще этот аромат дает такую энергию, называю big dick energy. Когда ты заходишь в помещение просто так с ноги, ты очень в себе уверен. Я просто делился этими ощущениями, делился тем, что происходило со мной, какой интерес вызывало это. Мне кажется, вот как раз поэтому мы и решили сделать маленький тираж. Вообще, первый наш запуск, это было как разорвавшаяся бомба, потому что сарафанное радио вот так вот сработало моментально. Всем было очень интересно знать, чем это пахнет, кто купил, потом делился этим. А так это и работало, да. Я просто был в этой цепочке. Да, я как раз хотел сказать, что ты просто стал жертвой такого способа распространения. Самая классная реклама от покупателей, которые довольны, которые испытали с этим какие-то переживания. В основном это какие-то классные свидания, классные мероприятия, секс. Что только не происходило у людей с этим ароматом. И это все передавалось дальше, все говорили об этом. Но, к сожалению, некоторые мои друзья подкладывались в нее, они не говорили, чем от них пахнет. Такие, не скажу. Потому что они не хотели, чтобы другие знали, чем... Потому что это действительно цепляло очень многих. Вообще вот эти слагаемые компоненты, которые вот у меня сейчас в руке, часто ли используются в парфюмерии? Да, часто. То есть это такие хитовые? Нам часто говорят, что терю апарт и его успех, который был, определяется тем, что я взял очень популярный материал, который всем нравится. Сладкая, алкогольная, веселая, кожаная. У нас как бы русский рынок, а в России популярно что? Веселая? На охоту то, что называется. Не сказал бы, что это весело. Но как бы на охоту я его надевал. Не знаю, мне очень весело было, когда я его надевал. Ладно. Отсюда и название. Терю апарт. То есть как бы я порву тебя на части. Потому что это прям такой хищный, понятный парфюм. Очень такой классный, с алкогольной темой. Мы очень любим алкоголь, гурманику, кожу, теплые, пряные запахи. И получилось, что он как бы выстрелил. Потому что с одной стороны это было что-то, что знают все. Ну потому что отдельные ноты, хорошо известные, они популярные. Но при этом композиция нетипичная. Это классно пахнет, это отлично шлифит, это супер держится, это классно раскрывается на коже. И при этом никому неизвестно, что это. А мы очень любим, когда это что-то такое, что есть не у всех. А скажи мне, пожалуйста, на что обращать внимание, в первую очередь, при выборе парфюма, например, к осенне-зимнему сезону? Тренды в России, это вот два, собственно говоря, таких, это бело-цветочные легильные композиции, которые хорошо носить зимой и осенью, соответственно. Осенью больше, кстати, люди предпочитают пряные. И сейчас есть глобальный тренд, который касается гурманики. И гурманика претерпевает изменения. То есть вот у нас была типа сладкая гурманика, да, это Эйнджел, который там в 92-м году был сделан. Потом гурманика стала вот эта паралине, всякая вот суфле и так далее. Там Кэнди Прада и прочее. Дальше гурманика стала фруктово-ягодная, соответственно, это рассвет Киллиан с персиками и так далее. А потом гурманика стала алкогольная. Алкоголь вошел в чат где-то лет 10, наверное, назад. Я помню времена, когда на фраге алкогольных нот было мало. Сейчас на любой вкус уром, абсент, джинн, все что угодно. Собственно говоря, гурманские ноты стали теперь, например, об овоще или матче или что-то вот такое, что мы раньше вообще не рассматривали как что-то пахнущее или как что-то, что можно использовать в парфюме. Как раз томатный лист, он же смородиновый. Нет, смородина всегда была, она фруктовая считается. Я говорю сейчас вот про помидор, перец, в смысле болгарский, свекла особенно популярна, тыква. Вот помнишь, свекольные парфюмы это у нас что? Руш от Ком де Гарсон, это дептик Киото. Если это тыква, я помню, была премьера, по-моему, это был Пакарабан, не помню, как называется парфюм, он в таком пакете оранжевом был. Он пахнет тыквенным латте осенним, собственно говоря, значит, с мускатным орехом, вот это вот все. И на самом деле эти парфюмы и аккорды вообще этих овощей, они построены на пряностях. Многие из них, в том числе Ком де Гарсон Руш, например, или вот этот тыквенный от Пакарабан, их классно носить осенью. Пряности это как раз, ну, на мой взгляд, это тренд на ближайшие 6-8 месяцев, смотря как у нас в этом году будет зима. Амбер Сультан потрясающе согревает. Это вообще тот тип парфюмов, которые хорошо работают либо в убийственную жару, если это в Марракеше, например. Потому что для меня он пахнет рынком в Марракеше, с пряностями и со всеми. Это первая ассоциация вообще от этого аромата. Да, да, да. Вот. Или он идеально подходит для холодной зимней погоды, когда уже, знаешь, трескучий мороз, ты закутался в пальто или в шубу, не знаю, во что, у тебя согревает еще и парфюм. Здесь нету прям хитов, которые продаются, ну, типа вот сейчас находятся на пике продаж. Нет. Плюс ко всему, как бы, это духи, которыми пользуемся мы сами. Здесь есть часть моих, часть Костиных. Сейчас я буду угадывать, где чьи. Вот это, мне кажется, Костины. Да. Я угадал? Это Histoire de Parfum. Называется аромат Pro Likes. Это как раз один из тех, с которым можно выходить на охоту. Он идеален для вечера. Я познакомился с ним как раз, когда были первые послабления пандемийные. И он у меня ассоциировался именно с такой свободой, когда ты вырвался вот уже после заточения. И можно заново встречаться было с друзьями. И он такой очень драйвовый. Я не понимаю, что опять же в составе. Я, кстати, сам не могу описать вот его... Что ты на меня смотришь? Ты думаешь, я что-то могу написать? Давай, да, давай вот расширять вокабуляр сейчас, чтобы было... Чтобы у нас был какой-то знак качества. Знаешь, как должно это всё звучать? Ну, прекрасно просто. Мы тебя наделяем такими сейчас такой ответственностью. Как самого образованного в... Люди, которые потом залезут на фрагрантики в пирамиду, увидят, что я наврал много раз. Потому что то, что пишут в пресс-релизах, и то, что указывается в составе... Про пресс-релизы мы сейчас, кстати, отдельно побеседуем. Потому что пресс-релизы, которые описывают фокошима перфюм, это просто отдельный вид искусства. Я надеюсь, ты в положительном ключе это говоришь. В положительном ключе, потому что это похоже на... Как будто бы я открыл у мамы любовный роман, и там на самом неудобном месте книга осталась открытой. И там звучит примерно следующее. Значит, история про то, что мы сейчас разбирали, про первый парфюм Тиреопард. «Крепкий коктейль на стойке бара у входа в секс-клуб, пролитый на кожаную куртку и засахарившийся роман». Это только начало. Дальше, я как сейчас помню... Это я написал. Дальше, когда вышел вот этот... «El primer de seo». Да, первое желание, по-моему, в переводе с испанского языка, очень по-альмодоварски. Цвет тот же самый, что альмодовар. Мне кажется, сразу понятна ассоциация. Теплое сердце парфюма из цветов гвоздики, смородины и красного яблока, подчеркнуто мадагаскарским черным перцем. Первое желание – это то ощущение в присутствии человека, который очень нравится, но пока не ясно, как себя с ним вести. От этого неловко, но ты уже знаешь, что эта встреча особенная и судьбоносная. Это гениально, я считаю. И вот сейчас мы будем проверять, так ли это на самом деле, друзья. Про истарду парфам. Сейчас мы к нему вернемся. Я хочу сейчас, вот я зачитал. Аккуратно. А ты его слушал до этого хоть раз? Я был на презентации. Я был очень подвыпивший. Ну, как и я. Но все так. Как написано, так и. Как пишется, так и слышится. Кстати, ты чувствуешь, как дошла волна, да? До нас дошла волна. От одного пшика просто. Да. Вот здесь цветы и фрукты сразу ощущаются. И алкоголь. Алкоголь. А какой? Крепкий. На самом деле здесь бузина, которая в виде ликера. Ну, как бы цветы бузины, но на самом деле из-за сочетания с большим количеством цитрусовых и холодных пряностей, в частности кардамона, у него такой холодный оттенок коктейля с бузиной. На самом деле парфюм посвящен отдельному материалу, который, кстати, тебе не бросился в нос. Вопрос в том, что ты, видимо, нечувствительный к анималике. Здесь мы упоминали про... К анималике это что? Животные ноты. Вот. Я очень люблю животные ноты, да и Костя тоже очень люблю животные ноты. Животные ноты это что? Это когда пахнет животным или нет? Не совсем. Это ноты, которые, ну или материалы, которые извлекаются из животных. Это вот тот самый запах бобра, который так понравился Дали Касьяну. Ну, вы же хотите натурального, все же хотят натуральные компоненты. Я не хочу. Вот, пожалуйста. Поздно. Жесть. Давай на счет три. Раз, два, три. Ну и не так ужасно, кстати. Собственно говоря, про запах боб... Тебя сюрпризом сейчас не будет. Хотя, давай освежим рецепторы. Освежим рецепторы, собственно говоря. Опять будет бобер? А у вас уже был бобер? У нас был бобер. Был, вот же. У нас был бобер, но я совершенно не помню, как он звучит. Сейчас вспомнишь. Посмотри, какой цвет. Да, я начинаю вспоминать. Так. Нет ощущения, что этот запах создала природа. Я тебе попробую угадать. Он тебе ассоциирует с каким-нибудь поездом или вокзалом? Вот такой запах. Есть что-то такое, или салон автомобиля не очень нового, в котором, видимо, ездил бобер. Да. Наверное, так, скорее всего. В общем-то, ты абсолютно прав, потому что вещества, которые определяют запах касториума, бобровой струи, совпадают с веществами, которые определяют запах поездов у нас. Но в парфюме Эль Пример Ди Сео, это вот это синтетическое в твоем случае, в нашем случае, ну, в случае большинства людей, животная часть, она скрыта цветочностью и, на самом деле, фруктовостью. Это считается фруктово-анималистичный шипр. Я просто до сих пор не могу прийти в себя от фразы, что запах бобра — это запах поезда. Извини. Я до сих пор. Эта фраза пытается как-то ужиться в моей задурманенной Это не то же самое, но вещества, которые определяют запах бобровой струи. И струя бобра еще, я услышал словосочетание, она меня вообще вырубила окончательно. Суть в том, что парфюм — это всегда, как бы в моем случае, это история носибельная. Ты должен, как бы, носить, мочь носить композицию, потому что можно, конечно, положить бобра без, вообще без всего, но важно, чтобы это было красиво. И в этом парфюме отчасти это обыграно через сладкие бальзамы, отчасти через фруктовые ноты. Я сейчас дам материал и не буду говорить, что это. Как всегда, впрочем. Попробуй мне сказать, что это такое. А ты знаешь. Наверняка. Ты много с этим. Сейчас я скажу. Это пахнет парфюмом, который у меня стоит на полке дома. Диптик? Да. Я уже, знаешь, по руке понял. Диптик. Ну, это я угадаю. Ломбардан Лоу, например. Ты даже не назвал марку, ты даже не назвал сам парфюм. Да, потому что я все время забываю, как это называется. При том, что я не был у тебя дома, кстати сказать. Дело в том, что действительно ломбардан Лоу очень сильно пахнет томатным листом. Да, точно. Но это не томатный лист. Это на самом деле лист черной смородины. Потому что они на самом деле очень похожи. Да. Кстати, вот теперь, да, уложив в голове, что у тебя бобер и поезд – это одно и то же, черный смородина, томатный лист – это одно и то же. Ну, близкие вещи. И возвращаясь к Эль Пример Ди Сеоу, у него очень сильное фруктовое сердце. Да, там цветы, розы с гвоздикой. Кстати, в Ломбардан Лоу, собственно говоря, у тебя сочетание розы с томатным листом. А здесь в Эль Пример Ди Сео сочетание, ну, вот этой анималики, кожанности, цветов розы и гвоздики красных с, собственно говоря, с черной смородиной. Это считается одним из самых, ну, как бы смородиновый шипр, получается. Вот если, да, говорить, с чем, наверное, ассоциируется и чем мне запомнился запах в момент, когда я его ощутил первый раз, это будет смородина. Да, это правда. При том, что это получилось совершенно случайно. Когда я получил первый сэмпл, который уже был близок к финальному, то есть я получал из Франции, вот Ярослав отправлял во время пандемии эти посылочки. Я получил Эль Пример Ди Сео практически в том виде, как он есть. Я нанес его на себя. Я сначала очень сильно испугался. У меня было такое волнение сильное. Мне казалось, что со мной в квартире еще кто-то есть. Для тех, кому одиноко, друзья, всем советую. Вместо того, чтобы связываться с людьми, вы можете просто это вот. Но это волнение, оно настолько сильно меня затронуло, что я понял, что это действительно то. Что-то потустороннее. Это каждый раз у нас происходит с финализацией формулы какое-то очень важное событие, когда ты понимаешь, это действительно то. Прямо это очень отдается в душе. Назовите людей, поклонников этих ароматов. Я хотел бы отдельный реверанс, такой благодарности сказать Алене Долецкой, которая помогла нам, мы бы не были знакомы, она помогла нам продвинуть марку и продвинуть Терью Апарт. Собственно, Катя Федорова помогла в этом Алене. А нет, все-таки она меня познакомила. Но это была такая встреча буквально на 10 секунд. У Алены был паблик-ток, посвященный фильму Готье. И она буквально меня толкнула в Алену. Мы сказали, здрасте, здрасте. Я дал ей пакетик с парфюмом. Все, мы попрощались. Дальше Алена закружила. И спустя, наверное, полгода выходит ролик Алены Долецкой для журнала «Флакон», где она выбирала парфюм на свидание. И из 5 или 6 парфюмов она выбрала Терью Апарт. И это был эффект разорвавшейся бомбы. Это вот этот, который? Да. И так вокруг этого аромата ходили разные истории. У нас есть целая папка разных скриншотов, разных историй от покупателей, которые писали какие-то благодарности или рассказывали свои истории. Иногда смешно, иногда дико льстит. То есть Алена Долецкая. Мы знаем еще Ренату Литвинову. Рената Литвинову. Которая обливается просто Терью Апарт. Вот эти. Да, тут все так же. Один из поклонников, можно сказать, это Кирилл Рихтер. Ему очень нравится. Мы можем так спокойно сказать. Я знаю, что этот аромат есть у Ольги Карпуть. Янгэ он нравится. На самом деле много кому нравится. Действительно много людей. Что касается Эль Пример Дизео, эта история такая витиеватая немножко. Я хотел написать пост, но раз уж мы сейчас можем публично рассказать об этом, я расскажу. Ярослав еще в то время находился в Грассе и присылал вот эти вот образцы, будущие формулы. И я уже не помню даже, по какой причине мы встречались с Ренатой во МХАТе. Наша встреча была в столовке МХАТа. И я, значит, зная, что Рената любит парфюмы, интересуется этим, я, значит, ей показывал вот эти сэмплы и рассказывал историю об аромате. Потому что главными референсами к созданию аромата послужили два фильма Педро Альмадовро, «Закон желания» и «Боли слава». Так как я не владел никаким парфюмерным языком, то я Ярославу отправлял ссылки на фильмы или на музыку и хотел передать это эмоциональное состояние. А это как раз противоречивая, очень сложная любовь, драматическая. Вот. Я рассказал эту историю Ренате Литвиновой, и она посоветовала написать Педро Альмадовро и рассказать эту историю. Для меня это было как-то так ошеломительно, потому что как же так, почему мы будем писать, а может быть, все-таки попробовать. И в этом мне помогла Соня Гранде, это художник по костюмам, которая работала над многими фильмами вместе с Педро Альмадовно. Я ей написал в Инстаграме, рассказал нашу историю. Собственно, «Эль пример Дизео» — это сценарий, который пишет главный герой фильма, «Боли слава». Ну, то есть дословно называется, «Эль пример Дизео» — «Первое желание». Я все это рассказал, и Соня поделилась контактами офиса Педро Альмадовро в Мадриде. Его студия называется «Эль Дизео». Да, это всегда в начале его фильма. Да, да. И мы отправили ему аромат, отправили очки и получили очень теплый отзыв. Это было дико волнительно, потому что мы не представляли, что может быть. Может быть, придет в ярость от того, что вы тут... Бросит в стену. Тогда бы он пожалел очень сильно. Да-да-да, потому что потом невозможно было бы отмыть вообще никак. То есть у нас есть теперь еще и поклонники за пределами, скажем так, страны, где это все создавалось. И это, конечно, очень клево, особенно учитывая, что вдохновение для создания этого аромата пришло именно от этого человека. Его картины просто были самыми емкими и самыми понятными мне, как парфюмеру. Какое чувство мы хотим протранслировать. И, кстати, красный цвет тоже действительно, которым ты упомянул, это цвет ключевых элементов или цвет, не знаю, машины, помады, сумки, платья. Помидора, который бесконечно в каждом фильме режет Белопа Круз. Да-да-да. Есть еще один секрет. Молодой Антонио Бандерас дико похож на Ярослава. А пусть все знают. Я действительно тебе покажу. Там есть поразительное сходство. Но мы всем покажем. Нет, нет. Да. Ну, придется, уже сказали, а, говорите бы. Вернемся к тренду. Мы сказали про согревающие. Да. И тогда, мне кажется, это прекрасный вариант после Эль Пример Ди Сэо, потому что мы говорили о том, что для нас очень много парфюмов является... Ты не то взял. Я не то взял. Ну ладно. Если просто буду угадывать, чье это? Это твое. Угадал, да. Что, плохо? Плохо, да? Нет, 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 нет. Просто как-то ассоциация с человеком. А вы прикиньте, я сейчас все угадаю. А ну попробуй. Ну, кстати, легко. Это... Вот это будет задачка со звездочкой. А вот это уже со звездочкой в руках у меня. Наверное, это ты. А, ты видишь, какой ты? Не такой, как ты, да. Нет. Это будет... Сложно, да. Да нет, не сложно. Это ты. Нет. Ну вот, провал номер два. Это ты. Вот этот. Еще один из творога парфюма, да? Как он называется? This is not a blue... Как он? This is not a blue bottle, да? Это так называется? Да, это полное название парфюма. Не могу понять, что в составе, кстати. А он очень сложный. У него очень развитая пирамида. На мой взгляд, он бальзамическо-альдегидный. Для меня он, опять же, пахнет табаком, сеном, чем-то таким. Кстати, тебе чем пахнет? Ты же выносишь. Для меня все ароматы фестуарда парфюм, которыми я пользуюсь, они все немножко синтетические. Да, но здесь... То есть есть ощущение чего-то... Не всегда от них есть ощущение чего-то футуристичного. Альдегидное нечто. Альдегид... И, по-моему, это все фужеры. Фужеры это что? Это альфактивный профиль композиции. Ну, то есть... Фужерный. Фужерный, да. Это так называется. И что это обозначает? Фужерный это какой? Так, я могу подушнить? Да, да. Окей. Да, но не слишком продуманно. Ну, вот смотри, это так дышать нечем, да. Это, мне кажется, твой. А это... Это наш. Это наш. Ну, в смысле, и мне, и Ярославу нравится. Ну, это я подсадил его на этот парфюм. Амбхасултан, мои любимые духи. Это композиция, которая сочетает в себе горячий сандал, лабданум. Очень много, это такая животная нота тоже, но не извлекается из растения, не из животного. Очень много пряностей самых разных, гвоздика, кумин, тмин, ангелика. Ангелика это кто? По-русски это называется дягель, но на самом деле это такое растение типа а-ля дудка. И здесь очень много, ты сейчас услышишь, я тебя уверяю, здесь очень много лаврового листа. Чувствуешь? Я не поддаюсь, кажется. Не похоже, нет? И ваниль, разумеется, ваниль. И, кстати, еще одна животная нота, сивет. Ну, или по-русски называется цибетин. Вот есть касториум, который, да, это струя бобра. А цибетин или сивет по-французски, это секрет, который выделяют виверы определенного рода, которых разводят в Африке. Ну, определенного вида имеется в виду. Которых пугают для того, чтобы они это делали. Чтобы они выдавали запах. Да, им под причинное место подвешиваются мешочки, вот, дальше их пугают, вот, и они... Боже мой. Выдают парфюмерный капуч. Это, объясни мне, пожалуйста, это... Это законно, если что. Но это они не сходили в туалет. Нет. Я думаю, что это как раз защитная реакция. А у бобра это способ... Вот так она выглядит, мне кажется, после того, как ее напугали уже. Явно, совершенно. На самом деле сейчас уже заменяют сивет природный на синтетический. Есть база, которая имитирует звучание натурального компонента. Вот. И, в частности, мы используем синтетический сивет. Это твой? А, нет. Это не мой, но я хотел бы им пользоваться. А тебе нравится? Вот здесь, кстати, вот здесь, кстати, работает бренд пауэр, что называется. Потому что я смотрю на мюглер, у меня большая ассоциация с тобой, Костя. По тому, как выглядит флакон, больше с тобой почему-то. А вот... Я просто зануды. Запах? Запах-то больше к Ярославу. Да. Просто ирисово-амброво я очень люблю. Так вот это, да, сложная какая-то история? А тут просто смотри, тут вот сразу можешь видеть. Оп. Один мой, другой Ярослав. Да. Попробуй угадай. Здесь нужно понять, где чей. Я возьму 1986, потому что это ближе к году моего рождения. Так, что это за бренд, расскажите. Как правильно произносишь? Я надеюсь, я нормально это сказал. Да, очень красиво. Артикуляция у тебя в совершенстве. Так. Это французский бренд, на презентацию которого нас пригласили. На этой презентации познакомились, собственно, с основателем бренда. Для меня это был шок. Здесь все просто. Это твой. Даже ничего не говори. Слушай, почему ты так думаешь? Потому что он более синтетический. А он просто синтетический. Пахнет латексом. А вот этот, при том, что он более сладкий, на мой взгляд, ну да, и менее синтетический. Я вот пока так это все. Я просто представлю, все ровно наоборот, блин. Просто какой-то провал. Никакого провала нет, потому что... У меня притупилось, мне кажется, все. New Wave есть и у меня тоже. Да. New Wave действительно очень классный парфюм. Он синтетический. Он пахнет ирисом. Это считается ирис, ну такой современный, мускусный, очень чистый, смятый. То, что синтетическое тебе кажется, это, скорее всего, вот эта мятная такая чистая история, которая с зубной пастой может ассоциироваться. Вот. А еще в нем очень много одного компонента, который отдает ощущение, ну если изящно об этом говорить, то это такой лист малины растертый. У малины есть весьма характерный запах у листа. Или в высокой концентрации клоп на малине. Клоп? Да. Нет, мне кажется, я окончательно уже отлетел просто от количества альфакторных или альфактивных, как там правильно это говорится, впечатлений. Это мы еще не обсуждали, чем люди пахнут. Да, но мне кажется, что это уже в следующем выпуске надо будет делать, потому что это уже я выдержать, наверное, не смогу, мне кажется. То, что касается ароматов, это очень схожий подход к созданию оптики. То, что я делаю как дизайнер, неразрывно связанное с тем, что делает Ярослав как парфюмер. Это что-то, что может быть узнаваемым, но в то же время это всегда что-то новое. Я знаю, что твои очки носит Ройшин Мерфи. Все верно, Ройшин Мерфи носит. Она тоже, кстати, помогла довольно-таки в узнаваемости бренда. Она носила в течение нескольких туров глобальных очки. Но она как раз выбирала самые отбитые, самые авангардные модели. Ну, просто по-другому я не могу сказать. Потому что в обычной жизни такие модели было очень сложно носить. То есть это всегда либо какой-то сценический образ, либо выход на ковровую дорожку, либо это съемки какого-то клипа. И, собственно, по этому принципу очки подбирались стилистами, какими-то артистами. А сейчас я вот этот градус авангарда подснизил. Мне очень хотелось, кстати, эта модель... Ринат Литвинова называется. Нет, нет. Но, кстати, ты очень четко угадал этот образ. При том, что эти очки, они вроде бы женские, но они пользуются популярностью у парней. Феминная маскулинность в них присутствует. Но тебе, кстати, очень идет. Напишите в комментариях, пожалуйста, брать или нет. Маленький сюрприз-релиз. Так, я буду фокус-группой. Ты будешь... Да, кстати, одним из тех людей, которые самые первые пробуют наш новый барабад, который выйдет в ноябре. Мы надеемся, что он выйдет в ноябре. Так, барабанная дробь, фанфары, все звучит. Алкоголь. Что мы любим? Шикарно. Цветок. Жасмин. И не могу понять, что еще. Ну, то, что ты считал белый цветок, это абсолютно точно, да. Но это не жасмин, это... Это не жасмин. Неважно, что это, но это белый цветок. Это белый цветок. Это алкоголь, я тоже не понимаю, какой. Алкоголь я подскажу, можно сказать. Да. Да, абсент. Так, все остальное, мне кажется, должно остаться загадкой. Мне кажется, что абсент и белый цветок, это уже достаточно интригующее сочетание. Мы его задумали еще в 20-м году. Работа над ним длилась больше, чем два года. Ну, получается так. Да. И постепенно концепция менялась. И, в общем, вот он превратился в то, что ты сейчас чувствуешь. Тебе нравится? Да. Я просто пытаюсь разгадать, что еще, кроме белого цветка. Мы тебе за кадром расскажем. Хорошо. Когда премьера? В ноябре. В ноябре. Наш последний запуск — это аромат Superior Marion. Марион. Он... Да. У меня, кстати, тоже такой есть, между прочим. А, ну, тебе... Тогда теперь ты знаешь, о чем речь. Этот аромат — о чувстве уверенности, внутреннего комфорта, о внутренней силе. Называется он Superior Marion, превосходный Марион. Марион — это кристалл черного кварца, атрибут магов, волшебников, алхимиков. Этот аромат, он является таким талисманом, такой невидимой броней для его обладателя. Он подстраивается, как, не знаю, как кожа хамелеона под своего владельца. И на всех он звучит очень по-разному. Вот я вот сейчас поделюсь просто своим впечатлением. Если бы я не знал, что это, я бы подумал, что это комната-горсон. Ну, в нашей работе в любом случае присутствуют омажи чему-то, что нам нравится или что как бы повлияло на развитие идеи как таковой. Мы хотели передать вот этот вайб чего-то потустороннего с вот этим мистическим оттенком, с ладаном. Какой бренд у нас производит самые красивые ладанные парфюмы? Это Ком-де-Гарсон. Плюс ко всему, это марка, которую мы оба очень любим. И, разумеется, вот сочетание кумина, ладана и, допустим, мускатного ореха, которые есть в этом парфюме, это как раз вот это сочетание, которое можно проследить в Ком-де-Гарсон во многих. Вот конкрет у нас лежит, или двойка Мэн, которая, ну, как будто такая прям ладаная-ладаная, да? Она содержит точно такой же паттерн, и ты считал все абсолютно верно. На самом деле про Супериор Марион можно очень много всего рассказать, но самое прикольное – это то, как коверкают названия. У наших парфюмов очень сложные названия. Ну, да, непростые, надо сказать. Да, и у нас каждый раз бывают курьезные ситуации с тем, как нам наши парфюмы представляют. Это риапарт, да, типа это порвутие на части, но для людей, которые не очень хорошо знают язык, это может показаться, что это tear – слеза, да? И у нас была калька с нашего же названия, с английского языка, на русский, которое звучало как слезы твоих апартаментов, потому что tear you apart. Апарт – это апартмент. Да. Тир – tear that. Ну, это была такая домашняя вечеринка, когда собрались, в общем, разные творческие ребята. Это Лена, подруга моего художницы, и стилист, еще Зоя. В общем, они вместе решили перевести это название. Ты не представляешь, каким смехом до слез разразилась вот эта вся компания, когда произнесли слезы твоих апартаментов. Лена, Зоя, привет. Мы плакали, мы валялись по полу. У нас, кстати, есть конкурс для вас, друзья. Раз уж мы заговорили о коверкании названий, мне кажется, что самым прекрасным и логичным условием конкурса будет предложить форму коверкания название знаменитого парфюма, вот какое вы только слышали однажды в своей жизни. Правильно? Да, отлично. Вот самые несуразные варианты, пожалуйста, пишите нам в комментариях. Мы с ребятами выберем совместно на тайном голосовании. Самое жуткое коверкание и самое смешное, конечно же. И отправим... Что мы отправим автору? Мы отправим наш последний релиз. Это Суперер Марион. Это вот этот. Его тоже можно коверкать? Игру можно начинать прямо сейчас. Пишите в комментариях. У меня немножечко кружится голова, потому что это чуть больше ароматов и парфюмов, чем обычно. Я в течение дня ощущаю. Но я уже привык. У меня такая работа. И каждый парфюмерный выпуск заканчивается примерно одинаково. Именно реанимации меня. Меня увезут просто. Я на самом деле шучу. Я пополнил свой вокабуляр, что немаловажно. Я надеюсь, что наши зрители тоже. И что самое главное сегодня случилось, то что вы, дорогие друзья, познакомились с брендом, который делается профессиональным парфюмером, который производится в России. Пусть он не очень крупный, но тем не менее, вы только что все услышали, сколько смыслов вложено в каждый из этих флакончиков. Это очень важно, на мой взгляд. Вот, ребят, спасибо вам большое за это общение. Я думаю, что мы увидимся еще раз для того, потому что нам еще обсуждать и обсуждать, мне кажется, правда? Спасибо тебе, Леша, что ты позвал. Нам было очень интересно. Мы надеемся, мы не слишком сильно тебя запутали. А если тебе потребуется реанимация, то мы просто тебя абсолютно рома оставим. На тебя откачаем. Откачивать, да. Пора откачивать. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Обязательно оставляйте нам комментарии, помимо участия в конкурсе. Поделитесь этим видео с друзьями, которые также интересуются парфюмерией или, возможно, являются парфюмерными маньяками. И, конечно, подписывайтесь на нас, потому что нам надо срочно заполучить то же самое количество наших друзей-подписчиков, как мы имели еще совсем недавно, буквально весной. Так что давайте быстрее жмите на подписаться. Все, до новых встреч. Пока.